Господь Саваоф В церковных песнопениях, наверняка, все те, кто участвовал в Божественной Литургии, ну и вообще, в церковных песнопениях часто звучит это имя. Господь Саваоф. Свят, 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 Господь Саваоф. И так далее. Строки из Исаии, из 6 главы, Богоявление Исаия, пророку в Иерусалимском храме, его призвание. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Почему Господь назван Саваоф? Прежде всего, следует сказать, что с этим именем мы встречаемся не сразу. Речения Господа Саваофом совершенно отсутствуют в Пятикнижии Моисеевом. Нет его также, этого имени, Господь Саваоф, в книге Иисуса Новина и в книге Судей. И вот впервые мы с ним встречаемся в самом начале первой книги Самуила, которая у нас называется «Первой книгой царств». Когда начинается повествование, говорится о том, что вот был такой человек, Элкана его звали, у него было две жены, две жены Ханна и Пнина. И вот он со своими женами приходил каждый год в Шило для того, чтобы, как здесь сказано, глава первой книги Царств, третий стих, «приносить жертву Господу Саваофу в Шило». Шило, селом синодального перевода, это то место, где находился переносной храм Мешкан, где находилась Скиния Господня. Иерусалимского храма еще не было, его построит Соломон, сын Давидов, об этом будет говориться дальше в следующих книгах царств. А вот десятилетия, столетия долгие, Ковчег Завета и вся Скиния, и все ее содержимое находились в Шило, это на север от Иерусалима, селом. И вот туда приходили все благочестивые иудеи, в том числе вот то, о ком идет повествование, Элкана, приходили туда для совершения в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу. То есть потом будут приходить в Иерусалим, а пока в Иерусалиме не было, храм не был не в Иерусалиме, приходили в Шило, где была Скиния. Все понятно. Но непонятно вот это Саваоф, автору вопроса, непонятно. Не только здесь, но дальше будет встречаться многократно и у пророков множество раз. Господь называется Саваофом. Что такое Саваоф? Цеваот на еврейском языке, на библейском языке, цваот. Цеваот – это множественное число. Единственное число – это цава. Цава – это армия, войско. Цеваот – это армии. Господь – цваот. Тетрограмма, собственно, имя Божие, плюс титул вот этот цваот. Господь – армии или Господь – воинств, можем и так перевести. Почему же появляется именно в первой книге царств первые такое наименование Господа Саваофом? Книга эта рассказывает о начале монархии в Израиле. Саул, первый царь был израильский, неудачный был опыт монархического правления в Израиле. Потом царь по сердцу Господню Давид, и дальше монархическая эпоха продолжается. В домонархическую эпоху в Израиле было народное ополчение, которое собиралось во время внешней угрозы, внешней опасности. А в монархическому строю, в монархическому правлению свойственно иметь регулярную армию. Вот эта армия, это войско называется на иврите цава. Когда армий много, это цаваот. Господь, он господин армии, господин воинств, господь воинств. Верховный главнокомандующий, военачальник верховный над всей армией Израиля, над всеми его армиями. Таков изначальный исторический смысл этого наименования Саваоф. Но позднее монархическая эпоха ушла в прошлое, и это Саваоф, это цаваот, оно переосмысливалось. И уже господь, бог Израилев, представлялся не столько даже верховным главнокомандующим израильской армии, его полководцем, как господом небесного воинства, ангельского. И вот легионы и легионы ангелов и господь, их верховный главнокомандующий, их повелитель, их военачальник. Прямой исторический смысл здесь, почему это наименование Господа Саваофом появляется, это то, что у Израиля появляется регулярная армия, и верховным главнокомандующим является вовсе не Саул и не Давид, а Господь направляет эту армию от победы к победе. Более возвышенный смысл состоит в том, что Господь является верховным главнокомандующим небесного своего воинства, небесных своих армий, мириад и мириад легионов, ангелов, которые у него есть и которые ему подчинены. Надеюсь, сестра, что я смог ответить на ваш вопрос.